Академик Георгий Константинович Боресков, ученый с мировым именем, блестящий инженер и организатор науки. Весь его творческий путь был посвящен катализу. Отличительной чертой деятельности Борескова было стремление охватить все звенья каталитического процесса, от фундаментальных идей до технологии приготовления катализаторов, создания мощных контактных аппаратов и реализации промышленных процессов. Создание института катализа Боресков считал основным делом своей жизни. Георгий Константинович Боресков, как и многие основатели институтов, был достаточно дальновиден и талантлив с тем, чтобы задать направление исследований на долгие годы вперед. И в этом смысле, я не могу сказать в процентном отношении, но достаточно большую долю исследований, которые заложил Георгий Константинович, мы продолжаем проводить. Конечно, на новом уровне, на новом уровне инструментального обеспечения, на новом уровне идейного обеспечения. Значит, тогда я сказал себе, мы должны иметь, по крайней мере, кусочек детственного леса. И мы не хотим ни за какую цену отказаться от удовольствия проникнуть в сколь возможно неизвестное. И из всех направлений, которые мы могли избрать для этой цели, мне не представлялось более благодарного и более исполненного надежды, чем катализа. Творческая самостоятельность Георгия Константиновича Боресского проявилась с первых шагов в науке. Его путь начался в Одесском химико-радиологическом институте в лаборатории катализа. Он был принят на должность научного сотрудника по окончании Одесского химического института. В возрасте 25 лет он уже заведовал лабораторией. В стране нужна была серная кислота, которая имеет в химической промышленности такое же значение, как сталь и чугун в машиностроении. Для ее выработки в качестве катализатора использовалась дорогая платина. Георгий Константинович разработал новый, более дешевый и высокоэффективный катализатор – барий-алюмованадиевый. В конце 30-х годов на барий-алюмованадиевые катализаторы перешли все заводы Советского Союза, вырабатывающие серную кислоту контактным способом. В качестве признания заслуг в 1937 году Борескову без защиты диссертации была присвоена ученая степень кандидата химических наук. В первый год Великой Отечественной войны началась эвакуация серно-кислотных заводов из европейской части страны на Урал. Производство боеприпасов оказалось под угрозой, потому что серная кислота – базовый компонент в производстве взрывчатых веществ. Красноуральский химический завод стал единственной надеждой. В тяжелейших условиях бригада ученых и инженеров под руководством Борескова уже 4 декабря 1941 года запустила мощный серно-кислотный контактный аппарат. Несмотря на трудности военного времени, Георгий Константинович подготовил докторскую диссертацию. В 1953 году он сделал доклад «Катализм и его значение для химической промышленности». И в этом докладе он основное внимание уделял именно науке предвидения действий катализаторов. Там много было теории, много было знаменитых ученых. Но Георгий Константинович на это вот наставил, что катализы, как наука, должны уметь предвидеть каталитические действия. В основе каталитического действия лежит промежуточное взаимодействие реактантов с катализатором, открывающее новый, более легкий реакционный путь. Значит, мы не увеличиваем концентрацию молекул на вершине активационного барьера не каталитической реакции, а мы ведем реакции по пути за более низким энергетическим барьером. В соответствии с этим, определяющим для каталитических свойств является химический состав катализатора, химические свойства катализатора, соотношение между этими свойствами и свойствами реагирующих веществ. То, что катализа — это химическое явление, Георгий Константинович, в общем, положил достаточно серьезное усилие доказать не только в российском или в советском пространстве мировом, но и в общем мировом пространстве. Надо сказать, что это выступление вызвало бурю протестов во всех инстанциях. Была чрезвычайно острая дискуссия. Меня обвиняли в полном неспровержении науки, упрощенчестве. Но, несмотря на всю эту бурю, как это ни странно, в сравнительно короткий промежуток времени молчаливо эти представления получили признание. Я полагаю, что вот та дискуссия и последующая борьба, которая имела место, она была очень полезна для развития современной теории гетерогенного катализа, для развития работ по катализу в нашей стране. Концепция о том, что мы имеем нормальные химические реакции, она, собственно, сейчас не подвергается сомнению, а наоборот активно эксплуатируется для развития новых типов катализаторов, новых типов каталитических технологий. Одна из его основных идей, основополагающих идей о том, что катализатор не есть такой неизменный стол, на котором разворачивается химическая реакция, а одновременно вместе с реакционной средой принимает участие в протекании каталитической реакции, тем самым меняя свое состояние, свой состав и свойства непосредственно в ходе каталитической реакции. То есть утверждалось Георгий Константиновичем, что реакционная среда и катализаторы являются единым целым, которые воздействуют друг на друга. Второе важное положение, на мой взгляд, это правило постоянства удельной каталитической активности. Оно называется правило Борецкого. Это правило является в каком-то смысле путеводной такой звездой для всех каталитиков. Все каталитики это правило знают при разработке новых катализаторов. В 1960-е годы для решения инженерных задач по оптимизации каталитических реакторов совместно с Михаилом Гавриловичем Слинько Борецков заложил основы математического моделирования каталитических процессов. В 1970-е годы он в соавторстве с Юрием Шаевичем Матросом разработал первый в мире нестационарный каталитический процесс, который позже был реализован в промышленности. Принцип всеобъемлющего охвата проблем катализа был положен Борецковым в основу при организации Института катализа в 1958 году. В начале 1977 года Борецков пригласил в Институт молодого талантливого ученого Кирилла Ильича Замараева с командой молодых специалистов. Это позволило значительно углубить и расширить изучение фундаментальных основ и механизмов каталитических реакций. Кирилл Ильич стал впоследствии наследником Борецкого на посту директора Института. В 1991 году Институту катализа было присвоено имя Георгия Константиновича Борецкого. В России и за рубежом Институт катализа часто называют Институтом Борецкого. Институт катализа первым в мире был образован как институт, занимающийся всеми направлениями катализа от гомогенного и гетерогенного катализа вплоть до ферментативного. И не только фундаментальными исследованиями, но и Георгий Константинович, как человек, понимающий технологию, математическое моделирование, он всегда огромное внимание уделял развитию прикладного катализа. И это направление у нас также сохраняется. У нас есть опытный химический цех, и мы имеем возможность из пробирки проводить масштабирование допилотных и опытно-промышленных масштабов с тем, чтобы потом гораздо легче наши идеи переходили в практику. В этом и заключается, условно говоря, прозорливость Георгия Константиновича, которому удалось убедить правительство Советского Союза и руководство Академии наук Советского Союза на тот момент с тем, чтобы создать такой институт. Георгий Константинович любил и много времени уделял педагогической работе, которую начал в 30-е годы. Отличительной чертой лекций была их оригинальность. Боресков читал курсы не по типовым программам, а разрабатывал их в соответствии с новыми областями знаний, в становлении которых принимал непосредственное участие. Единственный, видимо, тогда курс лекций вообще в Советском Союзе, такой полный курс лекций по катализу. Вы знаете, для нас это было удивительно, когда мы еще были студентами на Фене, НГУ. Они, наши великие академики, приходили к нам в общежитии беседовать со студентами. В 4-м общежитии мы имели счастье слушать их рассказы о институтах, и поэтому мы в свое время выбрали институт, катались за несколько человек. Теперь лекции читают ученики и последователи Георгия Константиновича на основе его лекций и научных трудов. В 2014 году Валерий Иванович Бухтияров, нынешний зав. кафедры, катались за асорбцией в университете. Позвал меня на такой разговор и предложил как бы почувствовать себя в роли лектора по катализу. Но предложение, конечно, сродни тому, что тебе дали штурвал большущего корабля, отошли на некоторое время. Оказалось, что теперь ты должен рулить сам. Конечно, я наслышан о том, и все прекрасно знают, что Борецков был великолепным лектором, просто блестящим. И если бы мне кто-то в студенчестве сказал, что я буду читать лекции вслед за великим и ужасным Лихолобовым и Бухтияровым, стану таким же, как говорится, в ряду этих знаменитостей, то я ни за что не поверил бы. Высокая принципиальность и требовательность к себе, работоспособность и в то же время доброжелательность и деликатность к коллегам снискали Георгию Константиновичу заслуженный авторитет, всеобщее уважение и любовь. После каждого приезда первое, что он делал, он обходил все лаборатории. Он беседовал с каждым сотрудником, спрашивал результаты прежде всего. Кроме этого, спрашивал о самочувствии, хорошо ли мы себя чувствуем в коллективе. Он старался изо всех сил создать комфортную обстановку в лаборатории. Он умел решать вопросы очень, скажем так, бесконфликтно и комфортно для всех участников во всех научных спорах, скажем, боях, там такие были острые моменты. Он всегда умел бесконфликтно решать эти вопросы. Что касается воспитания нас как ученых, как сотрудников, там было несколько принципов. Но прежде всего он говорил, что наши результаты должны быть достоверными в деталях. Мы никогда не должны публиковать сырые результаты. То, что мы публикуем в статьях, это должно быть проверено неоднократно, и мы должны отвечать за каждую точку в статье и за каждый результат экспериментальный. Через много лет люди, которые уже будут за нами, должны повторять наш эксперимент, и результаты должны воспроизводиться. Георгий Константинович создал научную школу по гетерогенному катализу, известную в России и за рубежом успешными фундаментальными исследованиями и мощными прикладными разработками. Среди его учеников более ста кандидатов и докторов наук. Мы уже ученики учеников-учеников Борецкого. Делом всем жизни Георгия Константиновича было создание этого института. Это показатель, что институт прошел многие сложные годы и сохранил то, что было заложено Борецкого. Конечно, мы чувствуем, что мы являемся продолжателями школы Борецкого. Вообще, вот институт катализа, созданный Георгием Константиновичем, это и есть, наверное, такая мощная школа. Если катализ можно сравнить с таким безбрежным морем, куда впадают ручейки знаний, термодинамики, кинетики и органики, и неорганики, то институт катализа — это такой большой корабль, который плывет в этом море. И в нем легко утонуть, если ты не знаешь основ и принципов. Но вот именно Борецкого и его школа заложила понимание фундаментальных основ катализа. То, что касается школы Борецкого, Георгия Константиновича, он старался донести до молодежи то, что о своей работе нужно уметь рассказывать. Если сумеет человек донести до публики, то, что это интересная работа, и насколько важна она будет для всех окружающих, ну, это большое достижение, и этому на самом деле нужно учиться. Вообще свои доклады он делал, конечно, просто блестяще. Они всегда были логично построены. Всегда задача излагалась доступна публике. Было очень такое восхитительное время, когда ежегодно проводились конференции по институту, отчетные конференции. Он лично вел эти конкурсы прямо у доски, как говорится, и, конечно же, молодые тоже докладывали. Он постоянно подсказывал, что нужно молодым, чтобы молодые докладывали эти работы. Семинары, которые проводились в большинстве своем, в присутствии Георгия Константиновича, ценились на метр золото, потому что на этих семинарах, вот эта, в общем-то, зеленая молодежь могла понять, насколько правильно она работает, насколько правильно она двигается, как по направлению, так и просто эмитивно по грамотности. Выполненные работы. Георг Константинович вообще организовывал дискуссию. Он нас провоцировал на вопросы. И поэтому семинары проходили всегда очень живо. И, в общем, после его комментариев и выступления Юрия Константиновича докладчику иногда становилось гораздо яснее, чем же он занимался, что он делал, что он получил нового, интересного. Получалось, что человек после этих семинаров в большинстве случаев чувствовал подъем. Дух такой свободы, скажем так, когда и на ученых советах у нас по-прежнему мы можем поспорить и с директором, и с заведующим в лаборатории. Если у вас есть аргументация, если у вас есть ментальные результаты, если у вас есть ссылки на литературные источники, ну, вот это вот как раз дух свободы, он остается. Научная школа – не только ее лидер. Каждое новое поколение ученых передает идеи и традиции молодым исследователям. В 1992 году Президиум Саран учредил премии имени выдающихся ученых Сибирского отделения. Среди них есть и премия имени академика Боресского. Это, наверное, самое яркое событие было в моей научной карьере, то есть по-прежнему вспомнить что-то более значимое, чем премия имени Георгия Константиновича Боресского, я не смогу. Я считаю, что это было достижение своего рода, не только мое личное, потому что, конечно, эту работу выполнял целый коллектив авторов. Импульс, конечно, был ни с чем не сравнимый. С 1997 года в институте проводится конкурс стипендий для аспирантов имени академика Боресского. Для меня это, наверное, был больше даже кредит доверия, потому что это был разгар моей аспирантской работы, то есть это еще не завершенное было исследование. Тем не менее, оно все равно очень мотивирует и стимулирует к чему-то дальнейшему. Георгий Константинович, он ставил перед собой в качестве задачи решение важных государственных проблем. Георгий Константинович очень много уделял вопросам обороны промышленности. Это очень было важно и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. Вот эта мысль служения Отечеству вообще является ключевой. Я думаю, что все, кто приходят сюда, молодые, они проникаются этим. Я надеюсь, что за этим будущее все-таки нашей отечественной науки. В память о своем основателе с 1987 года Институт раз в 10 лет проводит традиционные Боресковские чтения. Основы научной программы составляют пленарные лекции крупных ученых и доклады ведущих российских и зарубежных специалистов. Также проводятся тематические семинары, круглые столы и конкурсы для молодых исследователей. Имидж Института Борескова привлекает талантливую молодежь. Она будет прокладывать свои пути развития катализа в мире современной науки. Георгий Константинович был очень увлеченным человеком, и он это старался привить и своим последователям, своим ученикам, а именно то, что нужно целиком и полностью отдавать себя своему делу. Порой ты закрываешь глаза на все окружающее и стремишься довести до конца то, что ты начал, и действительно это очень увлекает. И порой даже не задумываешься о времени, можешь допозднаться, сидеться на работе. В общем, это, наверное, то, чего хотел от нас Георгий Константинович. Мы об этом не задумываемся, но все-таки это делаем. Академик Георгий Константинович Боресков оставил науке и сибирскому отделению многое. Уникальный институт, научную школу и огромный вклад в развитие катализа и отечественной промышленности. Научная школа Георгия Константиновича не ограничивается только институтом катализа. Я думаю, что мы можем многих прочислить к этой научной школе, потому что у нее были заместители очень сильные. Это тоже научная школа, это характер научной школы, это преимущество поколения, вот, очень характерное. Георгию Константиновичу принадлежала инициатива создания в 1978 году в Омске отдела каталитических превращений углеводородов. Позднее он вырос в целый исследовательский институт. В 1981 году во вновь созданный отдел углехимии Красноярского института химии и химических технологий отправился целый научный десант из Новосибирска. Заделы и разработки института катализа послужили основой действующему сейчас в Кемерово Федеральному центру угля и углехимии. Ученики Георгия Константиновича принимали участие в становлении научных организаций в Томске и Бийске. Научная школа Борецкого продолжает нести его идеи по всему миру. Сегодня уже Федеральный исследовательский центр института катализа тоже это продолжение вот этой корпорации, которая, видимо, где-то семена были заложены в те годы, когда был руководителем Георгий Константинович. И, конечно, я уже говорил, он очень внимательно и трепетно относился к молодежи, при этом не забывая уважения к, скажем, опытным кадрам. Постоянно поддерживал, очень тактично, очень внимательно относился. Мы все-таки старались ему соответствовать не только в науке, но и в жизни, потому что, конечно, он был для нас большим примером. Я так считаю, что мы работаем по заветам Георгия Константиновича. И живем, кстати, тоже стараемся жить по его заветам. Можем сказать, что за прошедшие 50 лет теория катализа – это уже не детственный лес, но все же всякое углубление в область ставит вопросов еще больше, чем их было раньше. И здесь надо очень многое разрешить. И надо думать, что сейчас, благодаря более совершенным и методам исследования, и методам расчета, это продвижение пойдет много быстрее, и существенную роль в этих успехах падет на институт катализа, на его сотрудников, на его молодежь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok